Приветствую друзья и гости канала Серебромания. Сегодня у нас обзор новой партии экзотических монет. Монеты экзотические, монет много. Тут у нас 13 килограмм монет. Я вообще думаю, что я прям очень подробный перебор делать не буду. Я просто вам покажу потом итог того, что я тут перебрал. Вот смотрите сколько монет. Вот смотрите, что попадается в таких наборах. Мне хороший дилер попался и хорошие монеты попадаются. Вот какая-то у нас хорошая монетка. Я наверно буду сразу откладывать то, что мне нравится изначально. Смотрите сами, вот что в этих наборах есть. Я наверно буду потом более подробно это все как бы описывать и просматривать. Но вы вот то, что я откладываю, я вам буду показывать. То, что мне нравится, то, что я бы хотел отложить, я буду в эту сторону. Вот есть у нас тут свободное место. Я в это место буду складывать то, что мне нравится. Еще раз покажу такую монетку. Бутан. Бутан мне не попадался еще. Она наверно недорогая, но у меня не было. Я себе откладываю пока. В очень хорошем состоянии Кения. Хорошая монетка. Тоже отложу. Шилинг кенийский. Это у нас монетка Катар. Красивая, хорошая монетка. Откладываем. Вот вижу тут, что это за монетка. Ага. Французская Полинезия в очень таком хорошем сохране. 1986 года. 5 франков. Ну, отложу, конечно. Нравится мне такая монета. Вот еще французская Полинезия. Но похуже сохран. Но тоже отложу. 5 франков. 1982 год. Мальта. Мальта 1972 год. 10 центов. Ну, очень красивая монетка с корабликом. Пока откладываем. Вообще, сейчас посмотрим. Много чего тут интересного должно быть теоретически. Это у нас 5 центовас от Бразилии. Ну, такая какая-то необычная с какой-то овечкой. Ну, давайте тоже отложим. Вот монета класс. Мадагаскар. 5 франков. Вот это отличная монета и не дешевая. Мадагаскарская монета. Французский. Мадагаскар 1953 года. И это уже интересно. Такую монетку есть смысл отложить. Вот еще увидел монету Барбадос. 1 доллар. С рыбками. Форма необычная. Страна нечастая. И монета красивая. Откладываю. Еще вот монетку увидел интересную. Это у нас Исландия, но 10 крон. Состояние отличное. Монета хорошая. Ну, точно надо откладывать. Даже сомнений нет. По-моему, неплохая Исландия у нас. Так, сейчас поверху. Видите, как много чего интересного. Вот 500 песос колумбийский с лягушкой. Когда в хорошем состоянии, я откладываю. Пусть пока лежат мне в коллекцию. О, ребят. Первый раз, мне кажется. Ну, может быть, второй. Судан. Я смотрю, монета необычная такая какая-то. Судан не попадался. Судан это прям отлично. Это хорошо. Еще в таком состоянии. Я думаю, что это хорошая монета. Ее стоит отложить. Судан вообще нечастый. И стоит он от 2 до 5 евро за монету. В хорошем сохранении. Если еще хороший год, то эта монета прям хороший вариант на покупку, на откладывание. Смотрите, сингапурский 5 центов 71 года с рыбкой. А, прикольно, да? Сингапурская рыбка. Давайте-ка ее отложим. Мне она нравится. Так, что еще такого нам поможет попасться? Давайте рыться. 25 центов мальтийских. Очень красивый цветок и очень хорошая монетка 1991 года. Состояние отлично. И сама по себе монета красивая. Либо в коллекцию, либо на продажу. Я ее откладываю. Парочку индонезийских 500 рупий. Они недорогие. Я так просто показал. Давайте искать еще что-то интересное. Вот эта монетка. Сан-Марина с отверстием. Жалко с отверстием. Сан-Марина не сильно дорогие. 1-2 евро за монетку. Ну, как бы, с отверстием это уже ненужный вариант. Итак. Это у нас африканские 25 франков. Думаю, стоит отложить. И рядышком я нашел еще одну Замбию. Замбия 2017 год. Чуть-чуть с дефектом, но давайте тоже отложим пока. По крайней мере. Потом буду более внимательно перебирать и просматривать. Смотрите, какие 50 центов 1990 года. Что за страна интересная такая? Это нидерландские антилы, да? Но 50 таких мне не попадалось. Я думаю, что это неплохая монета. Думаю, есть смысл ее отложить. Думаю, что она и вам нравится. Если нравится, ставьте обязательно лайк видео. Вообще, от вас, мои дорогие зрители, требуется только одно. Ставить лайки и хороший комментарий. А я для вас хороший контент и интересный буду снимать. Мне кажется, это правильно. Смотрите, какая у нас Клеопатра. Это недорогие 50 пиастров от Египта. Что-то понравилось, отложил, скажем так. Вот еще монета хорошая. Смотрите сами. Тоже думаю, отложу. Вот тут ливни виднеется. Мальта. Мальта в каждом наборе почти попадается. Кроме Мальты там еще что-то интересное. Тащу это все сюда. Так. Мальта 50 центов в очень хорошем сохране. Одна из моих любимых монет. Она большая и красивая. 1972 год. 50 центов мальтийских. А вот то, что я рядом с ней такую монетку увидел, там и подтащил. Смотрите, с каким этим. Это грузинская монета 1993 года. Республика Джорджия. Но с таким вот зверьком я такую еще не встречал. И поэтому сразу откладываем. Потому что она необычная и красивая. Пусть будет. 10 центов еще мальтийских попалось. С корабликом 1972 года. Чуть потертенький. Но мне кажется тоже ничего. Давайте отложим. Вот еще монетка редкая виднеется у нас. Это у нас 5 единиц 1996 года с Вазиланд. Слушайте, красивая монета. Мне такие до сих пор не попадались. Именно в таком номинале большом. Это 5, видимо, рублей их них. Давайте отложим. То есть очень красивая монета. Пока это самый топ из того, что мы сейчас нашли в плане необычности. Да, я такую еще не встречал. С таким большим номиналом. И сохран хороший, смотрите сами. Откладываем. Давайте смотреть, что еще у нас тут имеется. Вот хорошая металлическая монета 2019 года. Не какая-то как юбилейная. Давайте посмотрим. Панама. Он Балбоа. Один Балбоа. Панамский. Биметаллическая может и недорогая. Но давайте отложим. Потому что вроде бы красивая монетка интересная. Смотрим дальше, что у нас тут имеется. Один доллар вот нашел красивый. Гонконгский. Ага, это не один, это пять долларов. Пять долларов Гонконг. 1976 года. Ну точно откладываем. Хорошая монета. Необычной формы и крупного номинала. Вот вижу какая-то монета биметаллическая. Я такую раньше тоже не встречал. 50 кяпиков. Это или япиков. Это Азербайджан. Республика Азербайджан. 50 япиков. Не знаю, дорогая, дешевая. Решил отложить. Мне такая не попадалась пока до сих пор. Либо в коллекцию, либо на продажу. Так. Вот пару монет каких-то редких я нашел. Я их сейчас вам подтяну и покажу. Ну первое это у нас Танзания. Танзания часто достаточно утертая. У них не очень удачный металл, из которого они монеты делают. И поэтому они так себе. 200 единичек. Красивая. Давайте отложим. В общем. И рядышком была монетка. Пол Соло. В общем. 1967 год. Вот. В общем. Или это не Виргульжонок. Это Лама. Кто-то уже говорил Лама. Но значит Лама. Я не сильно понимаю, что это на картинке так вот. В общем. Короче. подкладываем. Вот тут пару монет вижу интересных. Сейчас буду их вытаскивать. Даже не пару, а несколько. Рядом тут куча интересных монет. Так. Это у нас. Я уже не помню страну. Но как бы страна такая не частая. Смотрите сами. Такой. Цветочек красивый. Вроде ничего. Давайте отложим. Рядышком у нас сингапурский. Просто я увидел. Она в блеске. То есть она в хорошем таком ярком блеске. 50 центов сингапурский 1980 года. Но вот эту можно либо на коллекцию, либо на продажу. Очень даже такая приятная монета. Красивая. Крупная. И рыбка. Очень даже ничего себе на ней. Вот еще. Значит смотрите. Это либо Ирак, либо Иран. Ну такая потертая. Но может быть номинал хороший. А может быть и старая какая-то. И соответственно по любому надо откладывать. Потому что это очень даже так. Неплохая монета. Смотрим дальше. Это у нас боливар. От Венесуэлы. Ну большая красивая монета. 1967 год. Давайте отложим. Мне нравится. Еще одну лягушку. Ну в очень таком. Сохран вроде ничего. Но очень некрасивая патина. Давай я вам так быстро покажу. И все. И проехали. Давайте смотреть что еще тут есть. Тут много чего. В этот раз смотрю что вроде как нормально. Нормально. О. Номинал большой красивый. 500 франков. Африканских. Ну крупные номиналы вообще и реже встречаются. И дороже стоят. Соответственно как бы. Я думаю что есть смысл сразу отложить. Увидел монетку. И сразу к ней побежал. Танзания. Состояние плохое. Ну как бы так. Просто вам покажу тогда и все. Так. Теперь вот эта монетка Доминикана. По-моему если я не ошибаюсь. 1975 с каким-то индейцем. Доминиканская республика. Ну давайте отложим. По-моему неплохая. Что сказать. Пока мне все нравится. Набор хороший. Тут как бы из того что я вижу. Смотрите какая необычная арабская монетка. 50 единичек. 2012-1962 год. 200 каких-то единиц арабских. Ну давайте отложим. Мне нравится. Однозначно откладывать. Монета отличная. Я так вам скажу. Что даже вот так вот поверху посмотрев. Мне очень все нравится. Очень неплохие попадаются монеты. Вот смотрите какая монетка. 2 единички. Это скорее всего Пакистан. 2003 год. Но мне такая не попадалась. Поэтому отложу. Мне нравится. Так 2 рубля видимо их них. Сейшильские острова. 1982 год. Красивый один центик. С крабиком. Так. Ну что давайте смотреть. Может еще какая-то экзотика нам попадется. Интересная. Ну таких нам много попадалось. Уже покажу вам еще раз. Это 100 песо колумбийский. Ну красивый. Попадается много. Но в хорошее состояние отложу. Вот хорошая монета. Ну не знаю. Она хорошая. Я так ее называю. Монета хорошая. Это 10 авос. Республика Португалия. Макао. Колония португальская. Макао. 1975 год. Ну и сохран хороший. Монета хорошая. Однозначно откладываем. Так. Вот я тут вижу пару монеток. Уже интересных. Сейчас я их подтяну и посмотрим. Вот это Сейшилы. 10 центов. Ой вторая сторона не очень. Патина некрасивая. А монетка ничего. Сейшил его ся второй год. Давайте пока отложим. Потом будем разбираться. О ребят. Кто с Белоруссией. Обязательно ставьте лайк. Я нашел ваши 2 рубля белорусских. Вот красивая монета. И я их люблю. Они не дешевые. Из-за того что красивый герб. Но и они так не сильно частые. Это Исландия. 1975 год. Вот. В хорошем сохране. Однокронная Исландия. Точно откладываем. Вот такая какая-то юбилейная монетка. Смотрите сами. 1966 год. Аргентина. 25 песо. 25 песо. Аргентина с солнышком. Все. Я немножко монет перебрал. Отложил лишнее. И отложил то что мне понравилось. Вот в этот правый угол. И давайте с него начнем. Первые несколько монет. Продолжение начнем я имею ввиду. Первые несколько монет. Это вот 25 центов. А что слева вообще в блеске. Вот Мальты. Мне кажется что монетки отличные. И их стоит отложить. Давайте будем смотреть ту которая лучше. По качеству. Монета по моему отличная. Огонь я бы сказал. То есть соответственно. Их откладываем. Дальше попалась одна монетка. Из того что мы посмотрели. Тонго. Ну такая не частая монетка. Однозначно. 10 синити откладываем. Монета красивая. И с таким военно начальником. В общем. Мне нравится. Откладываем. Теперь дальше. Еще Мальта. Мальтийский 50 центов. Тоже в блеске красивые. 50 центов. Ну вы спеете ее сами. Хоть в коллекцию. Хоть на продажу. Но монета очень неплохая. Большая. Крупная. Ну и. Как я уже говорю. Красивая. Что еще такого попалось интересного. Попалась интересная монетка. С Че Геварой. Она часто попадается. 3 песо. Кубинских. Но я их тоже откладываю. Особенно. Как сейчас. Если она в таком блеске. В хорошем качестве. Есть смысл отложить. Еще монетку я прихватил в блеске. Немножко. Она вот имеет какую-то. Грязь с левой стороны. Вот я ее стер. Уже грязи нет. Так. Это. Одна рупия. Сейшилы. Сейшильские острова. Республика Сейшилы. 1982 года. Одна рупия. И состояние хорошее. И монета отличная. Соответственно тоже откладываем. Сейчас посмотрим что еще. Два новых пенса. 1990 год. Островная монетка. Единственное что она конечно. Немножко затертая. Затертая. Но как бы все равно. Решил отложить. Потом буду смотреть. Нужна такая или не нужна. А вот монета которая точно нужна. Это у нас. Белиз. 2007 год. Один доллар. Ну так и форма необычная. И страна не частая. В общем я думаю что есть смысл откладывать. И я ее откладываю. 2007 год. Белиз. Один доллар. Что еще такого интересного попалось. Вот. Непальская монета. Погонщик с буйволами. Ну я их откладываю. Они недорогие. Но. Часто в хорошем состоянии попадаются. И качественные. Ну я их откладываю. Потом буду разбираться. Может быть. Либо на продаже. Либо для коллекции. Такая тайландская монетка. Она мне нравится. Из-за того что с обратной стороны у нас очень такая симпатичная. Очень такое симпатичное божество. Ну монета в блеске. Красивая. Ну точно надо отложить. Я думаю что есть смысл. Это однозначно есть смысл отложить. Теперь 500 Донг. Вьетнам. Монета в блеске. Мне нравится. И я думаю что тоже ее надо откладывать. Вьетнамский герб с обратной стороны. А с лицевой стороны 500 Донг. Ну такая экзотическая хорошая монета. Вот еще кораблик. В меди в очень хорошем качестве. Эмираты наши. Арабские. Объединенные Арабские Эмираты. Кораблик красивый. Тоже есть смысл отложить. В этом наборе попалось вот такие два франка. Два франка эти очень даже неплохие. Как вы видите алюминиевые. 1979 год. Я не помню что за страна. Но страна не частая. И эти два франка не частые. В хорошем состоянии почти не встречаются. Я вроде бы при переборе две таких отложил. Не знаю одну пока нашел. Вот вам показываю. Пять рупий. Пять рупий. Пять рупий. Сейшилы. 2010 год. В очень хорошем сохране. Естественно такую с пальмами. Огромную пяти рупиевую монетку. Надо нам откладывать. Еще в блеске попалось 500 ливрис. Это ливия. Арабская монета. Но в хорошем состоянии. Либан. Банк Либан. 500 ливер. Ливрис. В общем откладываем. Тоже хорошая монета. Еще 10 пенсов. 1977 год. Вот с такой вот коровкой. Очень даже симпатичный герб. И сама монета. Это точно надо откладывать. Такой журавлик первый раз попался. Я думаю что это какая-то корейская монета. 500 каких-нибудь единичек 2001 года. Ну журавля откладываем. До этого мне такая монета в переборах таких не попадалась. Поэтому я ее откладываю точно. Две арабские. Даже не две, а три арабские монеты. Я вам сейчас их все три покажу. Тут разные какие-то здания на них. Похоже что все Египет или что-то типа такого. Но я могу ошибаться. Вот смотрите сами. Какие-то здания, сооружения биметаллические. Это Египет у нас и Сирия судя по всему. Ну в общем монеты хорошие. Две монеты египетские. Одна монета сирийская. Давайте-ка мы их тоже отложим. Сейшилы 10 центов 1970 год. Необычной формы. Неплохая монетка. Думаю что претендент хороший на то, чтобы ее отложить. Смотрите какую монету нашел. 50 дирам. 50 дирам. Даже не знаю какая-то республика. Наверное бывший СССР какая-то монетка. Большая, крупная. Но скорее всего что недорогая. Но я в любом случае ее отложу. Вдруг окажется дорогая. То есть это тоже надо предусмотреть. Следующая монета это у нас 500 лир Сан Марина. Вроде бы красивая монета. Качественная. Я думаю что есть смысл ее отложить тоже. Сан Марина недорогие 1-2 евро монетки. Но красивые и я думаю что неплохие. Что вам еще показать. Смотрите какая монетка. Это у нас Гонконг. 1968 год. Вот. Хотите покажу вам ее. Как она блестит красиво. Ну. Хотите не хотите покажу. 1963. Очень такая в блеске. Мне кажется что в блеске вообще монеты любые красивые. Особенно которым за 50 лет они блестят и смотрятся так. С достойной и очень даже приятной. 10 центов гонконгских. Еще монетка 25 цен Индонезия. 1955 год. Хорошая монета. Красивая хоть и алюминиевая. Так пока еще разглядывал. Смотрите какую монету я увидел. Вот можете еще раз посмотреть общий план внешний. Да. Что у нас тут есть. И что нам еще надо будет перебирать. Я тут ничего еще толком не перебрал. Так. Сверху глянул. Вот монета которая на самом деле интересная. Монета какая не попадалась еще и в блеске. Смотрите какая монета вообще офигенная. Просто офигенная. Больше бы таких монет. Не знаю что за страна. Но в таком блеске она прям смотрится хорошо. Могу на солнце вам показать тоже. Переливается прям очень ярко. Яркий штемпельный блеск у монеты. Не знаю что за страна. Но какая-то очень даже маньярма какая-то. Может быть или еще что-то такое. То есть непонятно что. Но я думаю что нужно отложить. Монета очень даже приличная. Вот монетка это скорее всего Непал. Но не современный. А такой чуть постарше. Маленький номинал. Надо посмотреть. Может оказаться ценной. Красивая монета. Откладываем. Теперь смотрите какая классная и необычная монетка мне еще попалась. Это Нигерия 1962 год. Шиллинг нигерийский. Ну что вам сказать. Я думаю что он дорогой. Но я могу конечно ошибаться. Но колония Нигерия. Английская. То есть как бы и такой нигерийский шиллинг. Ну не знаю. Мне кажется что монета может быть ценная. Смотрите сами. Но опять же я предвзятый человек. Мне всякие пальмочки или колонии нравятся. Поэтому тут для меня она классная. В общем ее откладываем. Вот такая вот блестящая монетка. Один лек. Один лек Албания. 1996 год. Тоже очень даже такой блестящий лек. Но давайте вам покажу его в блеске. Хорошо у нас солнышко вышло и немножко солнышко видно. Один лек в блеске. Отложили. Вот такая вот еще рыба пила у нас сингапурская. 20 центов. Я думаю что тоже есть смысл отложить. Красивая рыбка. Давайте ее тоже отложим. Вот монета арабская. Но обратная сторона меня удивила. Я такое не встречал. Смотрите какая обратная сторона. Какие-то люди типа с каких-то пирамид видимо снятая копия что ли. Смотрите сами. Мне показалось монета необычная. Я ее отложил. То есть монета классная. Смотрите как бы сами. Ну мне кажется очень даже так ничего. Может какая-то юбилейная арабская монета и стоить очень даже прилично. Давайте ее отложим. Монета класс. Продолжаем разбор. Вот еще тут осталось то что я немножко пособирал. Монетка биметаллическая. Республика Панама. Одна. Балбоа. Мне кажется классная монета. 2018 года. Биметаллик. Панама. С красивым гербом. Откладываем. Потом. Исландия. У нас еще монетка одна. 1978 года. Красивый герб. 5 крон. Исландия. Мне кажется хорошая монета. И тоже ее я предлагаю отложить. Теперь дальше. Большая крупная монетка. Панамская. Медиа Балбоа. Жалко что близко к нашему времени. Потому что старые такие монеты в серебре делали. Это конечно не серебряная. 2008 года. Ну как бы тоже монета необычная. Большая крупная. Скорее всего кстати отдам навес куда-нибудь. Но это пусть будет как бы. Так пока отложим. На вес еще всегда успеем отдать. Теперь по пару монет буду брать. 100 франков. Африканские. 1996 года. Хорошая монетка. И еще одну монетку я сразу же зацепил. Зимбабве. 1987 год. Это у нас 20 копеек зимбабвейских. Так. Надеюсь правильно произнес название. Страны и окончания. Так. Эти две монетки в сторону. Теперь дальше. Дальше у нас. Джерси. 10 пенсов. Колония. Английская. Остров. 2007 год. И вот такая вот монетка. Скорее всего какая-то корейская. Южная или севернокорейская. Монета красивая. Ага. Банк Кореи. 1971 год. 5 единичек. Ну, состояние хорошее. Монета хорошая. Тоже отложу. Что еще тут у нас? Еще у нас монетка. Смотрите какой у нас расписной дядька попался. Ну, какая-то юбилейная. Судя по всему раз. Он цветной. Республика Панама. 2017 год. Думаю, что недорогая. Тут сюда дорогое. Территория. Практически ничего не может попасть. Человек очень даже неплохо перебирает. Поэтому, если что-то и попадается, то случайно. И прям чего-то редкого от него я пока еще не встречал. Как вам монетка такая разноцветная? Ну, мне нравится. Так. Следующее, что у нас в руках. Это африканский 25 франков. Причем не часто попадается. 2006 еще ничего. А 2015 даже нет сколько тираж. Даже нет данных о том, какой тираж у этих монеток. Я недавно смотрел и было интересно, как это без тиража. Цена есть. А вот сколько монет таких выпущено, нету. Следующая монетка, которая у меня в руках. Это у нас Индонезия. В очень хорошем качестве. Монетка глянцевая, красивая. Банк Индонезии. 1000 рупий 2016 года. Так. Что еще? Еще вам покажу еще пару красивых монеток. Вот эта монетка прям огонь. Она яркая, штемпельная. 1971 год. 50 сантимусов. Это Чили. Но такая красивая монета. Она очень классная. Мне нравится. Она не очень дорогая. Но сама по себе и монета классная. И исполнение и состояние. Монетки классные. И еще одну монетку вам покажу. Это у нас Грузия. 1993 год. Такие тигрики мне раньше не попадались. Или такие животные. Непонятно, что за животное. В общем, эту монетку тоже откладываем. Хорошая, красивая монетка. И еще пару монет вам покажу. Из того, что мне удалось отложить. Так. Это 1966 год. Исландия. 5 Аурар. Исландия. Ну, вот мне нравится. 1966 год. Красивая. Точно. Мне кажется, надо откладывать. Я откладываю ее. И следующая монетка. Это скорее всего, что Доминикана. Нам уже такие монеты попадали. Кто смотрит мои обзоры. А у меня обзоров уже вышло много. И в том числе, по экзотическим монетам. Наверняка, видели эту монетку. Это Республика Доминикана. 1989 год. Хорошая монета. Тоже откладываем. Вот еще одну увидел. Хорошую монету. Эту мы уже смотрели. Такого плана. Не буду вам ее так сильно подробно показывать. Индонезия. 1000 рупий. Еще одна в хорошем состоянии. А вот эту я вам покажу. Это в очень хорошем состоянии. Свазиленд. И 2 рубля. Свазилендских. Название, конечно, валюты у них странное. Поэтому, чем ломать язык, буду говорить, что это 2 рубля. 2015 год. Красивые цветочки. Красивая монетка. Свазиленд. Точно. Надо откладывать. Ну все. А теперь давайте рыться дальше. Потому что я больше ничего не откладывал. И не могу вам сказать, что тут еще может нам попасться. Наверняка что-нибудь еще попадется интересное. Поэтому давайте продолжим рыться. Так. Вот у нас недавно было 50, а вот еще 10 сантимусов. 1971 год. Республика Чили. Красивая монета. Она и состояние хорошее, и монета красивая. Давайте ее отложим. Еще арабская монета, судя по всему, сирийская. Нам уже похоже и попадалось. Какие-то юбилейные сирийские монеты сюда попали. Ну как бы давайте потом я посмотрю и буду знать точно, насколько они дорогие и ценные. Но монеты сами по себе мне нравятся. Биметаллические. Так. Красивая монетка Индонезия. Такие попадаются часто. 100 рупий. Но монета просто сама по себе красивая. Мне нравится. 1973 год. Еще и в блеске. Давайте отложим. Вот пять Эскуда. Нет, пять Центавос Эквадор. Монета красивая. Давайте отложим. Монетка Джамайка. Попадалась нам уже наверное. Ну пусть будет. Отложу. Показалось вдруг какая-то редкая страна. Или еще что-то интересное будет. Вот это. Сверху буду показывать. Вот еще сирийская монета. Юбилейная. Смотрите. Какой-то номинал судя по всему крупный. 25 единичек. Что такое? Какой-то биметалл странный. Ну смотрите сами. Мне кажется, что красивая. И необычная. Предлагаю отложить. И это будет скорее всего, что правильное решение. Так. Что я увидел. Странно, что раньше не увидел. Но видите, тут все невозможно просмотреть. 1901 год. Поселенцы. Сеттлеменс. Это монета. Колония Англии. Поселенцы. Это Малайзия. Малая. В общем, ну такая. 1901 год. Жаль чуть-чуть потертенько. Но это, наверное, будет пока самая дорогая из этих всех монет. Но думаю, что в пределах там 5-10 евро, наверное, стоит. В любом случае, есть смысл отложить такую монету. На вес ее отдавать точно не имеет никакого смысла. И мы ее отдавать на вес не будем. И отложим. Так. Что я тут видел? Что-то видел. Вот еще. Смотрите, какая огромная, красивая монетка Эквадор. Вот. Тяжелая. 50 центавасов. 50 центавасов. Эквадор. 2000. 2000 года. Монета. Ну, отложим. Классная монета. Мне нравится. Много монет Бразилии, там еще каких-то стран не слишком интересных. Индонезии. То есть, но я так все просматриваю. Может быть, что-нибудь еще экзотическое и накопаем. Потому что, как вы видите, попадается и редкая какая-то экзотика, которую есть смысл точно отложить. Вот, смотрите, что я нашел. Я нашел в блеске штемпельном. Кубинский. Один Песо 2017 года. Ну, вот. Уже интересно. Видите, какой он. Один Песо. Кубинский. Большая, крупная и красивая монета тоже отложим. Так. Двигаемся дальше. Смотрите. 50 центов. Ну, вроде бы ничего. Но мне состояние не очень нравится. Мальта. 1995 год. Я так предлагаю это, конечно, отложить. Но состояние так себе. А вот состояние хорошее у нас у 50 малазийских цент 1973 года. Малайзия. Ну, красивая монета. То есть, я думаю, что здесь смысл отложить. Откладываю. Что еще тут увидел? Смотрите, какая монета. Какой-то зверь. Тут какой-то колючий. Написано. Папуа Новая Гвинея. 1978 года. Папуа Новая Гвинея. Монеты, конечно, попадались. Но такой еще не попадалось. То есть, я не знаю, сколько она стоит. Может, она и недорогая. 2Т. Право вверху, если вы видите. И такой. Рыба-колючка. Какой-то морской еж. Ну, откладываем. Что еще я увидел хорошего? Вот еще. Еще одна. У нас уже 3 или 4 в блеске сингапурских 50 центов 1980-го. В блеске это вообще хорошо в любом случае. То есть, монета красивая. Ее точно надо откладывать на вес. Отдавать такую нельзя. Так. Что еще тут такого? Вот монета какая-то необычная. Нашел. 10 пайса. Ну, пайса это либо Индия, либо Пакистан. О, Пакистан. Но в таком виде я не встречал. Видите, форма какая необычная. Может быть старинная какая-то. Может юбилейная. 10 пайса. Ага, 1961 год. Вот она такая. Ну, давайте отложим. Вот увидел, кстати, еще одну такую рыбу. Рыб вообще в этом наборе много. Вот этих вот рыб 50 цент сингапурских. Кому-то повезет, кто будет брать этот набор у меня покупать. Я ему насую вот таких вот красивых ярких рыбок. Я то, что откладываю, я потом переберу и часть монет себе, а часть обратно высыплю. Так что не думайте, что я все собираю. Мне уже в таком количестве реально монет не надо. То есть я уже откладываю только то, что прям очень-очень интересно. Вот я увидел монетку. Это Бацвана, 1989 год. 25 Тебе. Вот с таким вот буйволом. Мне нравится. Думаю, есть смысл отложить. Хороший этот набор. Много чего интересного. То есть я доволен. Продолжаем рыться дальше. И с того, что я вот вижу. Так, это что у нас? Рупии. Несколько штук уже попалось. Сингапурских, сейшильских рупий 2010 года. Ну, так в каком хорошем сохране. Обычно не терты и перетерты. А тут прям блестящих несколько уже. Теперь смотрите, что еще я нашел. 1982 год. Французская Полинезия. 5 франков. Ну, вполне себе приятное состояние. И сохран точно откладываем. Пусть будет. Так, из того, что я тут еще в углу заметил. Давайте посмотрим. Так, чуть не уронил. Ну, это у нас Катар. Дирхамсов. 50 Дирхамс. С таким корабликом. 1437 год. Видимо по лунному календарю. И 2016 год. Давайте отложим. Мне нравится. Индийские две рупии. Ну, смотрите какие. Как юбилейные. Тоже есть смысл отложить. Ну, а это так. Еще раз повторю. Я откладываю. Но часть потом обратно закидываю. О! 5 крон чешских выпало. Да. То есть 1974 год. Ну, пока отложу себе сюда. Так. Смотрите. Это Республика Гватемала. 2019 год. Вот. Ну, скажу так. Надо откладывать. Монета красивая. Еще и в блеске таком приятном. Тут у нас еще копать и копать. Ребят. Я так смотрю. И это приятно. Приятно. Особенно если находится что-то интересное. Давайте так. Глубоко копнем и посмотрим. Вот монетка хорошая попалась. Мне кажется. Один сантимос. Сальвадор. 1972 год. Ну, мне нравится. Откладываем. Нидерландские антильские острова. 25 центов. 1982 год. Колониальная. Красивая монетка. Откладываем. Чешские. Однокрона. Это ко мне сюда идет. Красивая Индонезия. 1971 год. 25 рупий. Птичка. Можем отложить. Птичка. Можем отложить. Давайте в этой кучке копнем. Мы здесь практически не копали еще. Опа. Смотрите какая красивая. Еще одна монетка. Опять пакистанская монета. Необычной формы. С корабликом. Может быть старинная. Нет. Не старинная. 1971 год. Но в такой форме. Необычной. Я думаю она тоже стоит каких-то денег. Надо ее откладывать. Сейчас я приторможу немножко видео. Подбираю кучу монеты в сторону. Те которые не очень интересные. И наверное отберу что-то интересное. Что нам тут упадется. Я думаю тут еще много чего интересного. Надо перебирать и посмотреть. Вот смотрите какая монета. Я такую еще не встречал. Это 1000 песо. Мексиканских. Номинал огромный. Монета большая. Вполне возможно стоит недешево. Ну мне так кажется по крайней мере. Хотелось бы чтобы она стоила дорого. Ну и номинал большой. 1000. До сих пор мне только по моему сотни попадались. 100 песо самая большая. 1000 песо. Мексиканская монета. Это даже по курсу. Может быть 1000 песо. Мексиканская монета. Даже по курсу может стоить каких-то денег. В общем пока откладываем. Там потом будем разбираться. Давайте еще немного пороемся. Самое азартное это рыпца. Это рыпца. Копаться. Ну и интересно конечно что-то найти. Какие. Потому что в разных наборах разное всякое интересное попадается. Поэтому каждый раз что-нибудь разное и что-нибудь необычное можно накопать. Вот монетка. Смотрите какая неплохая. 20 песо. Не свежая какая-то постарше. Хотя 1982 год. Колумбия. Ну что хорошая необычная монета. 20 песо. То есть как бы. Давайте отложим. Вот монета неплохая. Это у нас гордание. Необычной формы. Давайте тоже отложим. Багамские острова. Маленькая монетка. 2015 года. Предлагаю отложить эти красивые звездочки. Вот еще у нас Антильские острова. Нидерландские Антилы. 25 центов 1989 год. Не знаю зачем я их откладываю. Они вроде как недорогие. Ну решил пооткладывать. Мальта 25 центов. Но такие какие-то очень уж. Какие-то патины покрыты необычной. Не знаю. Хорошая нехорошая. Пока отложим там будем разбираться. Смотрите какая монетка Новая Каледония. Новая Каледония 5 франков. Состояние не очень хорошее. Но монета сама по себе хорошая. 1952 год. Каких-то денег все равно стоит. Поэтому ее отложим. Нашел 250 рупий 1971 года в блеске штемпельном. Это очень красивая монетка. Вот такую можно себе и в коллекцию взять. Меня спрашивают. Отправляю ли я монеты на вес в Россию, Украину или там. Нет. Монеты на вес только по территории Европы. Но я вообще как бы стараюсь продать сразу тут на месте в Чехии. Мне нет смысла никуда отправлять. Тяжелые большие посылки. Мне лучше тут на месте продать, чтобы не мучиться. Вот смотрите что за монетка это у нас. Республика Португалия Макао. Вы видел издалека 10 авосов. Такая не попадалась. Может юбилейная. Думаю что есть смысл отложить. Красивая монета. Давайте отложим. Еще что-то. Рыться и посмотреть. 5 крон чешских. Но они тут 2-3 евро до 5 евро могут стоить. Поэтому их в любом случае имеет смысл брать. Я попросил чтобы он мне в экзотические монеты накидывал чешский. Потому что мне тоже выгодно. Я их потом на месте тут хорошо продам. Смотрите. Южная Африка. 1974 год. Хорошая монетка. 20 центов. Очень даже неплохая мне кажется. Так что ее точно откладываем. Вижу монетку Гонконг. Гонконг. Колония Англии. Значит это у нас 1967 года. Классная монета. Давайте отложим. Еще рыба пила. У нас Сингапур. Много сингапурских монет этот раз. И в хорошем качестве будет что-то себе. отложу какую-нибудь для коллекции. Может пару штук даже отложу. Вау какая монетка классная. Смотрите. Смотрите. Вообще красота. Один доллар. 1984 год. Это у нас самоа. Мылом простым помыть и монетка будет идеальная. Вот такая классная. Мне нравится. Точно надо отложить. И еще зацепил в блеске 2001 года. Гватемала. Это единичка. Но это тяжелая. И металл получше. То есть это хорошая. То есть те которые последние. Они не очень хороший металл. Это точно хороший металл. И она смотрится хорошо. Эту точно отложу в коллекцию. Еще и в блеске. Точно надо отложить. Так. Что-то тут я увидел интересное. Давайте я это вытащу. И что это такое. Ага. Это у нас нидерландские. Антильские острова. 1991 год. Но это номинал хороший. Это один гульден. С таким номиналом добро пожаловать. Я гульден еще не доставал из таких наборов. Это первая монетка гульден. Именно нидерландских антильских островов. И ее точно откладываем. Короче пока приятные находки. Много чего интересного. Это что у нас. Это у нас. Смотрите какие 5 долларов. Намибии. Но в очень хорошем сохране. Обычно 5 долларов тоже тертые. 1 и 5 долларов. Намибии очень тертые. Это в хорошем сохране. Поэтому точно надо отложить. Судя по всему серия. Но какая-то как юбилейная. Смотрите сами. Откладываем. Так. Еще вот. В очень хорошем сохране. Два реала. 2018 года. Судя по всему. Классная монетка. С каким-то лидером. В общем. Мне кажется. Что классная. Откладываем. Давайте покажу вам. Однотипных монет. Набрал. Вот таких вот. Я не знаю. Это Япония. Корея. Что это такое. Непонятно. Но таких вот. В глянце много. И в какие-то разы у меня тоже. У меня их. Отдельно собираю. Не знаю. Либо такой горстью. Так и продам. Или пусть лежат. Мне они нравятся. Внешне чисто. Внешне. Я не знаю. Сколько они стоят. Дорогие. Дешевые. Судя по всему. Дешевые. Раз у меня их. Такая куча. Теперь еще. Вот таких вот. Маленьких. По одному. По одной копеечке. Судя по всему. Эмиратских. Еще наверное будет. Я так. Вот сколько отложил. Просто решил вам показать. Вот такие вот. Это очень красивые. Эти. Пальмочки. Такие. Маленькая копеечка. Очень маленькая. Такая. Размер маленький. Единичка. Судя по всему. Арабские Эмираты. Маленькая. Крошечная. На ней. Пальмочки. Изображены. Ну так. Монетки. Штемпели. Поэтому. Мне. В принципе. Они нравятся. И подходят. Все. Давайте. Теперь. Двигаться. Дальше. Той. Я. Кое. Что. Уже. отобрал. И в кучу сложил. Всякое. Чепуху. Уже. В сторону. Откидал. Давайте. С яркой монетки. Вот. Она. Блестит. С нее. И начнем. Это. Скорее всего. Египет. 50 пиастров. В блеске. Как вы видите. И. Юбилейная. Судя по всему. Я такой не видел. Наверное. Недорогая. Но. Давайте. ее. Отложим. Теперь. Дальше. Вот. Эта монетка. Увидел. Обрадовался. Такого номинала. Я еще не видел. 5 тысяч. 5 тысяч. 1988 года. Песа. Мексиканский. Вот. На такую. Наверное. Можно. Интересно. По курсу. Сколько. Но. Если. Как бы. Много. То. Монетка. Дорогая. 5 тысяч. Песа. Очень. Такая. Мне кажется. И. Красивая. И. Неплохая. Ну. Смотрите. Сами. Монета. Отличная. Думаю. Что. Откладывать. Надо. Однозначно. Теперь. Дальше. Дальше. Попалась. Монетка. 2. Пенса. С. Птичкой. Медная. Такая. Очень. Ничего себе. Мне кажется. Вам. Нравится. Но. Мне. Она. Точно. Нравится. Ну. Даже. Не сильно. Потертая. Я думал. Она. Более. Утертая. Нет. Неплохая. Откладываем. Смотрите. Что. Увидел. Увидел. Еще одну. Пальмочку. Пальмочек. Пальмочек. Я так понимаю. У нас еще будет. Это я. То. Что. По-быстрому. Отложил. Пальмочку. Пальмочкам. Дальше. Дальше. Две монетки. Панамские. Болбо. Биметаллические. Они. Наверное. Недорогие. Но. Мне. Нравится. Я их пока отложу. Я не знаю. Сколько они стоят. Поэтому я. Просто откладываюсь. В надежде. Что они что-нибудь стоят. Если нет. Полетят они. Обратно. Навес. Навес. На продажу. По весу. Так. Из того. Что я отобрал. Почти все. Ага. Нет. Вот еще. Монетка. Смотрите. Опять. Две единички. 2015 года. Свазиленд. Прям. Свазиленд. Радует. Номинал. Такой. Как два рубля. Не две копееки. А два рубля. Все ж таки. Свазиленд. Ну. Откладываем. Что еще увидел. Ну. Вот. Эти монеты часто попадаются. На этом в блеске. Решил отложить. Это. Таиландские монеты. Таиланд. Но. Обычно я их не откладываю. Но. Если только вот в такие вот. В блеске. Попадаются. Красивые. Ну. Тогда. В этом случае. я. Решаю. Их отложить. Что еще интересного. Интересная монетка. Джерси. Островная колония. Англии. 2015 года. И форма необычная. И монетка неплохая. Откладываем. Откладываем. Что еще я такого вижу. Вижу. Еще у нас. 10. Иорданских. Единиц. 10 филсов. Ну. Такое. С королевской. Печатью. Сверху. Видите. Корона. Королевская. Ну. В общем. Я думаю. Что она. Так близко к старинным. Но. Как бы. Не знаю. То есть по цене. Ага. 1980. Какой-то год. Вроде бы. Увидел. В любом случае. Решил отложить. И еще одна. По-моему. Иордания. Еще одна. Иорданская монета. Тоже. Медная. И тоже. Мне кажется. Неплохая. Я ее. Откладываю. Один. Кириш. Как-то так. Гириш. То есть. Непонятно. Я не знаю. Что это значит. И какой-то. Что за номинал. Я тут пооткладывал. Немножко. Сверху. Французская. Полинезия. 100 франков. Они недорогие. Но монета хорошая. Большая. И красивая. То есть. Поэтому. Ну. В любом случае. Как бы. Решил отложить. На вес. Такой отдавать. Просто. Как вес. Как металл монет. Жалко. Что еще. Смотрите. Еще. Какая монетка. Это у нас. Кувейт. Большой номинал. Потому что. Монетка крупная. С корабликом. Я думаю. Что тоже. Ее. Отложим. Теперь. Еще. Сейшилы. Пол рупии. 1967 год. Мне кажется. Монетка классная. И мне кажется. Что нам надо. Ее. Точно. Отложить. Видите. Королева. Елизавета. Вторая. На ней. Колония. На тот момент. Сейшилы. Англии. Пол рупии. 1967 год. Откладываем. Дальше. Придется. Рыться. Ну. Которых тут. Очень много. Я уже. Отложил. В блеске. Вот. Нашел. Барбадос. Сейчас. Прям. При вас. Увидел. И. Показываю. Вам. Барбадос. Нередко. Но. Отложим. Так. Что. Еще. Еще. Одна. Монетка. В блеске. Такая. Которую. Я говорил. Что. Только. В блеске. Откладывать. Еще. Одна. Такая. Таиландская. Монетка. Блески. Я думаю. Что. Есть смысл. Отложить. Откладываем. Еще. Япония. Или. Корея. Или. Непонятно. Что. Блески. Так. Ну. Что. Теперь. Давайте. Рыться. Искать. Что-то ценное. Потому. Что. Я. Наверх. Повытаскивал. И. Много. Неценных. Много. Таких. Неинтересных. Вот. Чешких. Прям. Три. Монетки. Но. Это. По. Моей. Просьбе. Он. Мне. Закидывает. Я. Еще. Определенные. Года. Эти. Года. Дорогие. Если. Попадется. В. Джекпоте. Если. Нет. То. Нет. Хотя. В. Непой. Момент. Возможно. Знает. И. Время. И. Смотрите. Какая. Монетка. 2016. Год. По. Нашему календарю. 25. Халаласов. Красиво. Я. Думаю. что есть смысл отложить еще чешская монетка 66 года одна кромка вот монета красивая попалась 50 центов канадских с таким красивым гербом но я думаю что она дороже чем металл стоит поэтому мы ее отложим и и такое как в подарок кому-нибудь можно закинуть то есть красивая монета давайте отложим вот монета необычная я не знаю что за страна но я думаю что ее стоит отложить она такая как похоже как старинная не может быть не современно если не современно может быть как бы ценно поэтому давайте отложим дальше чешские сразу откладываем вот монетка 250 либо нон ливрисов 2000 года в хорошем сохранил давать отложим так пока сверху ничего такого как бы ценно дорогого не видно вот опять эти желтенькие монетки их тут много и на вес попалась стоит они конечно недорого скорее всего раз таком количестве но многое все в блеске мне уже таких скоро будет килограмм через какое-то время антильские острова 10 10 копеечек 10 центов антильские острова нидерландские пока откладываем давайте рыться дальше так ребят попался мне рубль рубль 1870 1970 чепуха конечно отдам на вес но кто из россии обязательно лайк поставьте ведь я вам кругу показал отдельно что еще такого тут интересно ну пока что сказать пока вот еще но номинал большой красивый 500 колонисов это от республики коста-рика но монета огромная просто огромная она большая огромная монета давайте отложим 500 и номинал большой тогда видимо по курсу тоже что-то стоило поэтому она в любом случае прям не дешевая такая не копеечная так смотрите что я нашел это у нас 10 шиллингов чуть-чуть потертые но все-таки от кений 2018 года 10 шиллингов со львом вот именно лев как бы меня и пристил в этой монетки еще одна монетка типа как юбилейная арабская давайте отложим красивое здание мне кажется очень даже ничего себе я думаю есть смысл такую монетку и отложить арабская монетка с симпатичным зданием очень красивая гонконгская монетка 5 центов 1958 года что понравилось штемпельный блеск прям яркий яркий штемпельные блески из-за этого я ее и заберу так бы я может ее и не брал бы но в таком ярком штемпельном блеске ну пусть она лежит прям очень красиво 1965 год уругвай 1 песо ну так красиво монета красиво думаю что есть смысл отложить руки если что хожу мой каждый где-то наверно полчаса 20 минут вот но они все равно пачкаются сразу и быстро потому что тут монета не в пыли как правило и не сильно такие чистые прям так что я тут увидел ребята я вал что увидел смотрите что за монета какой красивый сингапурский доллар просто огонь и в блеске еще афи как его раньше вообще не увидел я вообще ничего не понимаю как можно было пропустить вот в этой горе такой ну вот мы вы может быть и видели когда видео смотрели когда я показывала я его пропуск пропустил огромном просто огромный сингапурский доллар очень красивый сочник это я себе в коллекцию оставлю у меня такой такой монетки не было еще но я думаю что ты вот такого доллар сингапурский наверно стоит как бы денег может стоить денег не знаю но я в любом случае сев коллекцию оставлю в штампельном блеске у меня такого доллара еще не было офигенный доллар прям я что-то обрадовался думал уже все как бы в этом наборе ничего как бы такого дорогого уже может и не попадется ну вот смотрите какая танзания у нас с лошадью ну такая себе даты состояние пока танзании все все такое достаточно потертая нет какой-то прям вот хороший или прям вот интересный такой с таком состоянии не очень конечно это все сейчас мы посмотрим что еще тут можно найти вот еще осмотрите у нас вот это в блеске в этот раз вот этих рыб целая гора попалась прям целая гора в блеске сингапурский 50 центов сингапур 1980 что откладываем я думаю что есть смысл отложить конечно монетка классно почему нет еще одна такая же но не в блеске но отложить тоже можно ее просто быстро отложены не будем заострять на ней внимание раз она такая потертенька будет новенькая обратил внимание внимательно посмотрим только что где-то видел здесь красивую монету и вот я уже не вижу видите как она вот она есть монетка вот ее нет ну смотрите колумбия 1973 красота 10 центов нравится надо брать надо брать надо брать что это такого где же я видел это монетка была еще одна интересная ну так пока вот намибия 50 центов 2008 год тоже так ничего красивая монетка можно отнести хорошим красивым давайте здесь порой все ближе ко мне может быть что-то здесь сюда закатилась но еще нам лица и рыца монет много на самом деле вот красивая санта вас 1971 год мексика очень красивые из красной меди монетка прям огонь огонь прям можно отложить смотрите сами что еще у нас тут такого может оказаться как нам сингапурский доллар только что выпал это конечно же как его пропустил огромный просто огромный я потом в конце еще покажу по итогу что мы тут такого интересного мы копали вот монета хорошее что за монета 10 единичек скорее всего это классная монета в общем решил я все ускорить а потому что видео уже большое получается и перебрал все оставшиеся монеты и теперь только самые сливки буду показывать но первое это арабские эмираты вот такие копеечки арабские очень красивые почти 30 штук мне досталось наверное еще может пару штук где-то найду и будет точно 30 там надо еще порыться среди тех что я отобрал монет в общем таких монет у меня почти 30 штук получилось все штампельном блеске красивые отложил потому что на весах не имеет смысла они будут весить немного за них заплатят мало можно сказать так теперь дальше вот эта куча которую я можно сказать отложил себе верхнюю часть мы уже с вами видели я вам ее показывал постепенно нижнюю пока нет и давайте теперь начнем с нижней части вот эти две монетки иранские я вам сейчас покажу они очень такие в хорошем качестве очень красивые вот смотрите два здания здания причем похоже что одинаковые номинал у монет разный здание одинаковые такие иранские монеты какие-то полу юбилейные не знаю ну по 1 2 3 евро может стоят поэтому их точно откладываем я буду эти монеты которые сейчас в сторону перекладывать теперь смотрим дальше очень обрадовался но ненавидел но вам уже покажу вот такую монетку нашел смотрите какие 20 донгов вьетнамских в отличнейшем состоянии такая очень красивая несколько евро стоит может 35 евро такая монета стоит видите какая она очень симпатичная 1968 года 20 донгов и вьетнамских может быть такая большая может это рубли 20 рублей не знаю еще вот такая монетка попалась 5 центов 5 центов но это 5 центов сомали республика сомали 5 центов в блеске к сожалению единственное что немножко ржавчина правом нижнем углу а так монетка ничего себе теперь покажу вам две монетки они недорогие но красивые я их откладываю это филиппинский 50 единичек значит они ну вот так вот выглядят как бы 83 85 год но мне на не нравится именно из-за того что здесь такие огромные орлы на монетки да то есть поэтому и и тоже как бы отложил что еще такого интересного вот по-моему это страна конга еще одну такую монету нашел уже в третье по моему получается они два-три евро стоят потому что и форма необычная и год старый это но 1960 и плюс-минус вот так и состояние вот на у нашей монетки хорошую уже третья монетка примерно такая попалась в этом наборе что очень приятно потому что редкие монеты и в нескольких экземплярах это вообще очень хорошо теперь я вам тут как бы так просто полистая но что-то я вам сейчас показывается что меня заинтересует все подряд нет смысла потому что тут ну не все такое ценное это просто отложены 50 центов это у нас куба кубинский 50 центов состояние очень хорошее блески решил отложить теперь из того что здесь я вижу и вам сейчас покажу мадагаскарские 55 франков 5 франков мадагаскар эта монетка неплохая тоже пар пары евро наверно стоит неплохая 1968 года исландия 10 крон большая и красивая монетка вот и по сейчас ее видите на экране 1971 год ну и номинал 10 крон хороший номинал большой крупный но и монетка крупная то есть ее тоже откладываем попадается индийские какие-то юбилейные монеты я понятия не имею насколько они ценные но я их откладываю потому что я не знаю вдруг юбилейная какая-то редкая еще и стоит дорого к примеру да то есть тут какой-то лидер видимо индийский 1944 1991 года ну давайте ее тоже отложим потому что монета хорошая так теперь дальше 10 центов у нас уже таких несколько штук есть кения в прошлых наборах попадались но я все равно их откладываю 10 центов 1978 год большая красивая монета на вес отдавать жалко поэтому мы ее точно себе отложим 1 шиллинг кения с жирафиком тоже думаю что есть смысл отложить кенийский шиллинг 1 доллар карибы 2012 год откладываем что бы еще такого вот это эфиопия я знаю что недорогая монетка но красиво решил отложить не из-за цены а из-за того что сама монета красиво вот еще у нас индонезия 100 рупий у меня уже несколько наборов таких есть я их уже собираю в набор и так наборами потом через какое-то время и буду продавать поэтому я думаю что имеет смысл тоже откладывать такие монеты 100 африканских франков 1997 года хорошая монетка так что еще такого квадратная монетка карибская 2 цента алюминиевая легкая но тоже решил отложить сейшильские острова республика сейшилы 2016 год 25 центов откладываем малазийский 1 доллар 1991 года откладываем сейчас вам покажу две монетки одинаковые я их в принципе собираю мне очень нравится солнышки эти эти солнышки очень красивые да что ж такое выпадает постоянно так вот эти два солнышка красивых в блеске аргентинских ну просто супер чисто из-за дизайна беру их 1977 год ну очень красивая монета просто красивая не знаю там вроде бы и не очень дорогая но солнышки на ней ну просто огонь так что их тоже откладываем попалась африканский африканская монета 1964 год вот такая вот 5 центов знаю что недорогая но все равно решил отложить тут еще по-моему какие-то были монетки такого плана еще у нас Болбоа панамская 2011 года тоже попалась уже третья или четвертая монета в этом наборе что еще такого интересно смотрите 10 пенсов это 10 пенсов гибралтар 1994 год мне кажется тоже очень даже зачетная монетка вот еще у нас 5 пенсов африканских 1964 года чуть лучше состояние да но монетка классная красивая но тоже отложил теперь еще 10 франков 10 франков африканских 1979 год откладываем у нас очень неплохой доминиканский песо республика доминикана 1992 год в очень таком приятном сохранении состоянии откладываем вот такая вот монетка кубинская 1988 год это у нас 25 центов это как не совсем монеты это как вот такие какие-то необычные жетоны кубинские минесуэльская монетка в блеске один боливар 1989 года очень даже такой приятненький попался монетка чили 2 сантимоса 1969 год в очень хорошем сохране в блеске красивая монетка тоже решил отложить не знаю насколько по цене на все это не знаю некоторые могут быть ценные некоторые нет не могу вам сказать тут разные монеты я вам сейчас еще так покажу вот эта монетка судя по всему сирия половина сирийской 1968 год или или не сирия или еще что то в общем короче смотрите монетку так то внешне она очень даже зачетная в общем я тоже ее откладываю она очень красивая вот монета у нас какая то как юбилейная но это у нас мальдивы 25 лари такие мне не попадались пока отложим посмотрю потом по цене может оказаться дорогой еще 5 франков африканских очень даже неплохие теперь смотрите что вам еще покажу вот эта монетка мне показалась интересная в общем такая какая то может быть даже старинная не знаю мне понравилось решил отложить арабская монетка теперь дальше мне кто так выговорил кстати что я со временем начну понимать что за монеты что за страны там через какое то время да я думаю что да если я так буду перебирать вот две штучки а это вот это монетки конго два франка алюминиевые две штуки теперь смотрите какая монетка новозеландские три пенса 1956 год очень такой сохран мне кажется хороший монета хорошая думаю что есть смысл отложить вот эта монетка скорее всего что тоже старинная и неплохая состояние хорошее потом посмотрю скажу уже точнее из того что я вот так прям любопытно посмотрел вот это попалась это наверно самая дорогая монета это юбилейная монетка она именно юбилейная и она стоит от 8 до 15 евро то есть ну где то от 800 до 1500 рублей это наверно самая дорогая монета в этой куче хотя плюс минус надо посмотреть еще в этой куче что я раньше отложил может быть там что то дорогое в том числе вот эти пять тысяч к примеру песо да но это пока из того что я уже проверил посмотрел самая дорогая примерно но предел пределах тысячи рублей то есть это очень круто одна монетка и очень дорогая такая вот теперь дальше что еще тут я вам предложу ямайка в штампельном блеске как вы видите 1970 года 1 цент потом в штампельном блеске очень хорошем качестве доминикана 1987 год вот такая монетка диас центаваст ну 10 центов судя по всему в штампельном блеске доминиканский 10 центов 1987 года мне кажется хорошая понятно надо откладывать один крошечный центик каймановые острова он реально небольшой крошечный и в любом случае можно откладывать теперь я вам так давайте обзором покажу вот несколько монет Ганны Зимбабве есть Мозамбик тут еще какие-то монеты которые мне показались или экзотические или интересные или есть смысл откладывать я вам уже все показывать не буду тут как бы есть что-то наверное еще интересное да то есть но такого экстра классного ничего вам показать не смогу поэтому я вам так внешне полистаю еще вот смотрите сейшила какая красивая 5 центов сейшила и в общем вот еще 20 центов бразильских 77 года но состояние состояние отличное вам вот лучше вот что покажу вот эти монетки тут целая гора одинаковых я нашел надо будет посмотреть но они все в штампельном блеске я думаю что есть смысл отдельно я их и отложил отдельно потом либо пошлышно либо десятками продам вот еще такие жалко было на вес отдавать я вам покажу это у нас сингапурские 5 центов да ну они все блески такие красивые прям жалко а на вес они там копейку стоят то есть они толку вес не добавят для посылки а монетки хорошие утекут короче я все мелкие монетки повытаскивал такие более-менее мелкие вот эти алюминиевые ничего не весят как красивые цветочки вполне возможно что я вот эти и вот эти вот еще один цент ну вы наверное знаете это цент австралийский такой красивенький я просто думаю что я вот со временем может быть буду продавать монеты когда вот унцовки и я буду докладывать в подарок какие-нибудь из этих монет потому что монет много у меня как бы по крайней мере мелкие монеты можно будет докладывать в подарок особенно постоянным клиентам некоторые клиенты просят я им чего-нибудь докидываю всегда приятно какой-нибудь подарочек или сувенир получить я в том числе тоже радуюсь когда мне кто-то что-то добавляет смотрите какая классная монетка иранская не знаю сколько стоит и насколько ценно но мне нравится в общем и целом думаю что набор этот нормальный хорошо получилось много хороших монет и отложить получилось и я думаю что я его быстро и легко продам еще пару наборов таких едет я получается получилось так что есть тут в чехии спрос на них и поэтому я думаю что я пока есть спрос пока меня спрашивают я пока заказываю а когда уже спрос упадет вот тогда я и перестану закупать такие наборы а пока мне кажется наборы отличные монетки классные и есть смысл мне кажется дальше таким еще позаниматься если вы считаете что этим есть смысл заниматься и советуете мне это делать и вам нравятся обзоры тогда ставьте лайк обязательно потому что от ваших лайков много чего зависит много но смотрите сейчас вам покажу я до этого никогда не видел 1 доллар сингапурский 81 года ну просто красавец да то есть смотрите сами в общем надеюсь обзор вам понравился еще раз напоминаю поставить лайки а кто не подписан на канал и не хочет пропустить следующие такие выпуски или выпуски с обзором серебряных монет обязательно подпишитесь на наш канал а с вами был Анатолий из Праги канал Серебрумания а Субтитры создавал DimaTorzok